Меня зовут Соболев Дмитрий Геннадьевич. Автомобилями я заболел с детства. Началось все лет с 10, когда сначала дед, а потом отец начал учить меня водить на ВАЗ-2104. Это была первая семейная машина. Отец тогда получил права, и мы учились, собственно, с ним вместе. Первый раз я сел за руль за автомобилем ВАЗ-2104 с дедушкой, затем с акционом. Так как отец получил права, и мы учились водить. Я ездил сначала на коленках, потом я ездил сам за рулем, по полю, по деревням. В дальнейшем я начал помогать ремонт, с ремонтом этого автомобиля. Там случались огрехи, машина была старая, сколько я помню, 91-го года или 92-го. И каждые выходные летом мы катались, соответственно, учились, занимались, часто ремонтировали его. С этих пор я понял, что автомобили, моя судьба, неразлучные. Часто обращал внимание на необычные автомобили, в том числе ретро-машины. К запорожцам у меня вообще давняя любовь. Так что автомобили в моей жизни сыграли большую роль в самом деле. Именно запорожец засел ко мне в душу вообще с раннего возраста. Лет в 5-7, когда мы с родителями жили в Отрадном. В наших дворах стояло много брошенных машин. И в частности, это были запорожцы. А именно два. Ушастый, только тот был серого цвета. И горбатый, тоже серого цвета. Причем ушастый, если просто был бесхозный и стоял со спущенными колесами, то горбатый уже был без стекол, без колес, без окон. И как-то вот с того времени пошло, что мне просто стало тогда еще жалко эти машины. Я не понимал, почему к ним так относятся. И они настолько отличались от уже тогдашнего автопрома. То, что стоял во дворе первые на маркете, первые Жигули, соответственно. И они отличались. Видно было, что машины другой эпохи у них. Другой дизайн. У них другая, в принципе, философия. И в том числе и дизайном, и своей первобытностью. Отчасти они запали ко мне в душу надолго. Лично в моей коллекции на данный момент находятся три автомобиля «Запорожец». Первый из них, который я приобрел год назад, это был серый ЗАЗ 965А с двигателем 30 лошадиных сил. Взял я его больше сердцем, чем разумом. Он был не в лучшем состоянии. У него были гнилые пороги, арки, гнилой пол. Он был весь вмятый. И даже удар был в среднюю стойку. То есть геометрия немножечко там хромала. Его начали восстанавливать, все переварили. Но в процессе восстановления выяснилось, что запчастей не хватает. На самом деле подыскать запчасти, в мое мнение, на «Запорожец» гораздо сложнее, чем на «Москвич», на «Волгу», какие-то другие отечественные автомобили. Если на «Волгу» есть продажи за большие деньги, на «Запорожецах» нет вообще продажи. Соответственно, я нашел донора. Хороший человек мне подсказал, где его найти. Донор был на советских номерах, желтенький, но гнилой. Зато с родным салоном более-менее там по комплектности и с таким же двигателем. Что, собственно, сейчас это поможет в сборке «Запорожеца», так как на данный момент он полностью покрашенный, в новый цвет обработан кузов. Максимально лучше, чтобы надолго его сохранить. Я думаю, он прослужит долго. Буду стараться восстановить его полностью в родной комплектации. Будет немножко изменено дизайнерское решение оформления приборной панели. Переключатели будут закрупированы и оформлены как бы в том стиле, как бы оно могло быть. Больше никаких изменений в автомобиле не планируется. Родной двигатель, родная печка. Внешние детали, я думаю, будут стоять под автомобилей экспортного варианта, Ялта. Уже куплен, приобретен руль от экспортной версии. И потихоньку все запчасти, все ручки, весь хром, вся мелочь, полтики, гаечки, все же рожавеет. Все будет заменено на новое, либо восстановлено. Преимущество ретро-автомобилей перед современными в одном. Они залегают в память, они запоминаются, и они остаются всегда узнаваемыми. Их любят, их ценят. Тот, кто их хранит, тоже питает к ним чувства. Современные машины, при таком обилии, автомобилей, как сейчас, разных моделей, марок, я не думаю, что многие из них останутся в истории, останутся в памяти. Когда-то станут такими же ретро-автомобилями, как сейчас Порожец, 21-я Волга, Победа. Есть, да, классика, так называемые ньютаймеры 90-х годов. Но это все-таки другое. Этих автомобилей, таких же, по отношению к ним, как я, как и другие ценители, относятся к Запорожцу, с такой теплотой, с такой душевностью, таких душевных машин уже не будет. Она, как бы сказать, уютная. У нее есть свой неповторимый, помимо дизайна, она элегантна, на мой взгляд. Да, она простая, как три копейки. Но современный автомобиль не может похвастаться душевностью. Они хорошо управляются, да. У них все просто сделано, куча функций, куча помощников. Но потеряли самое главное. Эти автомобили потеряли духовность, чувства. Они стали железными. Выбор Запорожцев в качестве машин для коллекции у меня был недолгий. Так как, помимо детских воспоминаний о запорожцах, хотя в семье их никогда не было, во дворе стояли, запали на душу, есть еще и рациональный вопрос. Волга 21-я всегда была автомобилем для людей состоятельных, людей партийных. Это была машина не для народа. Победа, хоть и пыталась заполнить нишу, но так же не смогла, потому как их было мало. Стоили они дорого, и на них была очередь. Как и на Волге, как и на Москвичей. Это самая дешевая автомашина. Горбатый стоил, если я не ошибаюсь, в районе трех с половиной тысяч рублей. В два раза дешевле, чем в Москвич. Вот этот автомобиль, как и горбатый, как и ушастый, по праву может называться народным, потому что он был самым доступным. Его, если не мог позволить себе каждый, но хотя бы могли купить многие, и покупали, и пользовались. Кого не спросить, современных людей. А у вас был в семье запорожец? Они скажут, ой, да, там у деда был, у тетки был, у брата был, там сам в детстве катался. А Волга 21-я, а, ну да, видели. А вот стояла там. Но редко у кого она была. Все же сейчас распространение, вот именно запорожца, среди советских граждан было больше. Это была более такая доступная машина, поэтому она именно имеет корни народа, именно народные корни она имеет, в плане того, что ее могли купить. Ее могли купить многие и использовать. Вас был позже. Москвич, ну, насчет москвича у меня отдельная тема. Я в дальнейшем думаю все-таки приобрести москвич 407-й, либо 403-й, который был копией Opel Cadet. Но если этот ушастый, это машина времени, которая переносит в эпоху 70-х, горбатый переносит в эпоху 60-х, то москвич будет переносить в советскую эпоху 50-х. С каждой модель, помимо того, что да, кто-то говорит, они похожи. Горбатый, ушастый, конструктивно, да. Философия, назначение, да, но ощущения у них разные. Это машина времени. Когда ты в нее садишься, едешь в ней по мегаполису, даже в современном ритме, со светофорами, рекламами, ты все равно как-то закрываешься, огораживаешься от внешнего мира. И включив музыку, можно представить, что ты едешь в той эпохе, она переносит туда. И не нужны современные бомбасы, магнитолы, АБС, функционеры. Забываешь об этом, полностью абстрагируешься. И вот она позволяет перенестись в 70-е, Горбатый позволит перенестись в 60-е, почувствовать, как жили, о чем думали, какой был быт советских людей в те годы. Так как нам, поколению Next, это недоступно. Хочу рассказать про особенности владения подобного рода аппаратом, так как машинка не новая. Соответственно, если это родная краска, то за ней нужен новый год. Эта машина не увидит зимы, я надеюсь, больше, выкатываться будет летом. Хранить ее, соответственно, здесь, в теплом проветриваемом помещении, без влаги. То есть, основная проблема этих машин, это наши реагенты. Это наша соль на дорогах, которая насыплет в зимнее время года, которая разъедает кузов, которая разъедает уплотнительные резинки, приводит к ржавчине. Основная беда, это, в принципе, вода, влага, если она еще и солью, это катастрофа. Поэтому главное, чтобы такие машины были обработаны. Если они подразумевают выезд зимой, то их нужно тщательно мыть днище, тщательно смазывать крепеж, чтобы не попадала влага, чтобы не приржавело. И по возможности обрабатывать антикором. Если раньше это была смесь пушечного сала и мавиля, сейчас есть современные средства, хотя и старые тоже неплохие. И я думаю, что особо беспокоиться, если машина обработана, если машина моется и хранится в теплом месте, беспокоиться не о чем. Касательно вопросов управления, да, я выезжал в город, естественно, на ней, в час пик я выезжал и за город катался. Ну вот, в моей коллекции есть тоже купе заднеприводное, правда, с передним мотором и V-образным двигателем. Это Dodge Challenger. Философия похожа, цели разные. И пересаживать современного автомобиля на этот сразу те простые вещи, которые мы привыкли делать нажатием кнопки, поворотом ключа или даже вообще не обращая внимания, здесь это целая процедура. Завести этот аппарат надо разобраться с подсосом, с газом. Бывает и с карбюратором, может вполне легко залить свечи, что я неоднократно убедился. Ну, сейчас я с ним подружился, мы поняли друг друга, я научился его правильно заводить, и он не доставляет никаких хлопот. Например, чтобы помыть здесь стекло, здесь нужно согнуться в три погибели, достать ручку родного водяной помпы, ручной, который побрызгает на стекло, потом повернуть крутилку с дворниками, тогда стеклышко будет чистым. Соответственно, переключение света здесь тоже необычное. Габариты на приборной панели, отдельный рычаг ближний-дальний. Ручные стеклоподъемники, этим, конечно, никого не удивишь. А вот управление печкой здесь тоже замечательное. Печка здесь стоит автономная, как и на многих запорожцах того времени. 965-й, 966-й, 68-й имели автономный бензиновый отопитель. Насколько я знаю, он военное производство и назначение изначально. Представляет собой трубу, в которой имеется камера сгорания, поступает бензин и имеется свеча накаливания. Свеча разогревается, поступает бензин, идет розжиг и печка греет. Два реле, четыре провода. Тем не менее, все просто. Все ремонтопригодно. Я столкнулся с заменой бензонасоса этой печки. После этого с продувкой и промывкой карбюратора. И она запустилась с первого раза. И работает. Чтобы она не заставивалась, аппарат в принципе всегда функционировал. Его, как и любой другой узел, и всю машину в целом надо использовать. Я считаю, не раньше, чем раз в месяц. Лучше раз в две недели машину заводить. Все приборы, все контрольные лампочки. Все надо проверять. Жидкости, масло. Вовремя менять масло. Вовремя шприцевать подвеску. В том числе запускать отопитель. И при редкой такой эксплуатации он будет всегда функционировать. Я буду уверен, что у него не порвется где-то резинка, не порвется сальник. И все будет работать. Так, это тот самый бывший серый запорожец, который я взял в не очень хорошем состоянии. И пришлось дорабатывать. Полностью переварили кузов. Полностью обработали. Выправили геометрию. Глокучий вмятин. В данный момент он обработан внутри и снаружи специальным герметиком поверх грунта, чтобы предотвратить дальнейшему ржавчину. Все поверхности защищены. Все подготовлено. Сейчас он ждет установки подвески. Установки дальше двигателя, тормозных трубок и всего прочего. В данном случае у нас небольшая заминка из-за подвески, так как найти в хорошем состоянии и немножко доработать ее проблематично. Задняя подвеска имеет особенность в том, что она крепится по факту на одном шарнире. И из-за этого у нее подламываются колеса при движении по неровности. Потому что устойчивость на дороге не сказывается. Эту машину, в отличие от ушастого, в отличие от мыльницы, есть большое отличие, есть большая проблема. Дефицит запчастей. В частности, так как с ушастом многие вещи инфицированы и они выпускались от 968 М выпускался до 90-х годов, запчасти еще как-то есть, находятся и много чего подходит. Здесь же проблема с фурнитурой, таких как щиток приборов, выключатели, механизм ручки дверей, петли. Что-то приходится устанавливать, что-то находится в других городах. В частности, был найден экспортный руль вместо этого с хромированным кольцом от версии Ялты. Вот сейчас ищутся молдинги на него, на боковине кузова. Немножко здесь он будет видоизменен, вот в этой части. Здесь располагались отверстия под контрольные лампы и управление светом, переключателем, печкой. Здесь составлено только отверстие под замок зажигания. Здесь же будет расположен небольшой щиток, на котором эти все контрольные лампы и переключатели будут сгруппированы. И стилистически это все будет оформлено в духе того времени, то есть 60-е годы, обозначение, все вот так вот аккуратненько будет сделано. Есть родной салон на него, но вот в процессе сборки обязательно что-то выяснится. Какие-то минстающие детали. Двигатель здесь стоит такой же схемы. Это воздушное охлаждение, V-образный, 4-цилиндровый, мощностью 27 лошадиных сил. С очень хорошим по конструктиву воздушным фильтром. Тем, что он имеет фильтрующий элемент, выступает масло, моторное масло. А чистка очень хороша по степени, то есть он не пропускает никакой грязи, он не обслуживается, в нем не надо ничего менять, кроме масла. Простой, надежный. Что еще про него сказать можно? Двигатель этот изначально разрабатывали для, насколько я помню, автомобилей Луаз, потому как на первых горбатых была попытка применить мотоциклетный двигатель, но не потянул он его. Был в итоге разработан вот такой двигатель. Сначала 23 лошади, кажется, потом 27 и конечный итог 40 лошадей. Отличие от двигателя от ушастого, на этом воздух заходит из вот этих вот боковин, здесь стоят патрубки, проходит через цилиндры и вытягивается назад. То на 968-х двигателе с 40 лошадей воздух засасывается с этой стороны и дует. В общем, это вытяжной вентилятор, там приточный. Там же находится генератор, достаточно слабенький. Двигатель компактный, легкий. Картер его и коробка из магниевого сплава. Особенность этого двигателя также в том, что крепится он на коробке передач. У него нету точек крепления к кузову, он вывешен за задней осью. Многие, кто сталкивается с восстановлением запорожцев, хотят сделать его более современным, ставят туда жигулевские двигатели, ставят туда двигатели от Таврии. Жигулевские двигатели, они тяжелые. И крепятся они на лонжероны, которые пытаются вот сюда вот приварить. Ну, как сюда приварить лонжероны? Соответственно, кузов не выдерживает, начинает играть. Единственный вариант – это вот родной двигатель лучше всего, который держится за коробку. По двигателю, конечно, все они с воздушного охлаждения, которые склонны к перегреву. Ну, будем надеяться, что при должном обслуживании, и когда он чистый, когда у него исправлен масляный радиатор тоже чистый, когда есть в наличии вот эти самые воздуховоды, то с перегревом проблем быть не должно. Так что здесь сейчас остается вот это все собрать потихоньку, и я думаю, оно увидит свет, и в следующем уже году летом выкатится, может быть, на выставке какие-то, что вот так вот. Могу вспомнить анекдот про запорожец, абстрактный запорожец. Вопрос – почему у запорожеца багажник спереди, а мотор сзади? А потому что на такой скорости за вещичками надо присматривать. Чем обусловлена такая ирония? Тем, что вот конкретный данный экземпляр по городу вполне спокойно передвигается со скоростью 60, ненасилуя мотор. До 30-40 он разгоняется и ускоряется со скоростью потока современного. По трассе 80-90 идет спокойно. При исправном двигателе, нормальной, живой, работающей подвеске, соответственно, накачанных колесах. А анекдоты про эти автомобили, мое мнение, что начали появляться, ирония, из-за, прежде всего, необычного конструктива автомобиля. В советские годы двухдверное купе, пожалуй, было только вот это. Запорожец, горбатый, назывался седан, и двухдверный, и ушастый, и позднее мыльница. Мотор воздушный, расположение сзади. Никаких похожих автомобилей на советском рынке не было. Необычность конструкции, необычность ремонта вызывало иронию у граждан. Но, скажу честно, насчет надежности автомобиля, любой узел, если его вовремя обслуживать, следить за ним и контролировать состояние, либо заранее даст на себе знать, когда требуется замена или ремонт, либо просто не будет беспокоить. Здесь все смазывается, здесь все регулируется, здесь все заметно. Кто-то ушатывает машину, да, не следит, лишь бы ехала. Это другой вопрос. Здесь тоже есть над чем поработать, но не все же сравнивать. Так что, касательно иронии, значит, надежности автомобиля, я не согласен. Двигатель нормальный, нормально работает, масло не ест, пока не греется, но пока что зима. Посмотрим летом. Залог, кстати, его перегрева, все было всегда простым причинам. Грязная рубашка цилиндров, грязный масляный фильтр, отсутствующие воздуховоды в капоте. В принципе, при наличии всех этих вещей чистыми, работающими, машина никогда не грелась. На скорости, во всяком случае. В то время не было таких глухих пробок, как сейчас. Но я думаю, сейчас на ней можно было, в крайнем случае крайней необходимости, проехаться и в пробках. По сравнению с современными автомобилями, Запорожье, конечно, особенный. Помимо управления, этой машине почти 40 лет. И двигаясь по городу, двигаясь за городом, по трассе, я сам иногда задумываюсь о том, как бы чего ни случилось. Но проверяя техническое состояние регулярно, я почти на 100% уверен, что неприятностей не будет. Ну, даже если случится далеко от Москвы, на нем уезжать смысла нет. Поэтому всегда есть возможность что-то либо самому сделать в дороге, починить как-то. Есть книжечка по ремонту, всегда лежит в машине, все как бы там написано. Либо вызвать эвакуатор, дотащить домой и там уже спокойно разобрать. Дефицит запчастей, конечно, есть. Но у нас много клубов различных, много различных барахолок, интернет-магазинов, где можно по крупицам найти запчасти или, на крайний случай, аналоги. Так, машина эта вообще семейная. То есть подразумевалось, как семейная машина особо малого класса. На Горбатово ездили на моря, ездили отдыхать летом, в отпуск за сотни, тысячи километров от дома. Не жаловались особо. На этом тоже ездили. Скажу честно, я посадил сюда свою семью, потому как они не понимали вообще, зачем мне эта машина. И что она из себя представляет. Думали, что какая-то древность рухлит. Но сев и покатавшись с ней, супругу с детьми поменяли мнение. Во-первых, выяснили, что она все-таки просторная. Сзади можно сидеть, даже за мной. Относительно удобно, тепло. Что еще для радости надо? Она и едет. Так что они поменяли отношение к этой машине. И я им объяснил, что это была семейная машина. В 60-е, 70-е годы на таких аппаратах, ну, в 80-е, ездили каждый день, ездили на дачу, что с ней только не делали. Возили рассаду, возили стройматериалы, ездили по пять человек в отпуск. То есть эксплуатировали на 100%. Конечно, по комфорту она не сравнится с современными машинами. Это будет непривычно пересаживаться. Сейчас, помимо управления, само пространство, машинка не широкая, машинка достаточно узкая. Но поездок на ней немного, быстро привыкаешь к размерам, быстро привыкаешь к маневрированию. Народ на дороге радуется, улыбается, показывает большой палец, пропускают. Трудностей особо нет. Ну, чувствуешь себя, конечно, в центре внимания. Машина привлекает. Если раньше на них никто не обращал внимания, то сейчас они стали редкостью, у них на дорогах почти нет. Да и во дворах они пропали. В частности, в московских я их уже не вижу почти. Вопрос времени и затрат, который занимает, вот такая полностью полная разборка, реконструкция автомобиля, достаточно философский вопрос. Конечно, это дорого. Такой подход к металлу, перекраска, полностью восстановление, переварка кузова, естественно, это стоит денег, это занимает времени. Так как здесь им занимаются по мере образования свободного времени, чтобы не отвлекать людей от работы, то эта машинка восстанавливается уже год. Разобрали ее быстро, потом вот был подбор краски, искали варианты, как лучше всего защитить металл в дальнейшем. Потом начали металл счищать. Он не был отпискостроен, он очищался полностью вручную, проварен. И потом уже нанесены все необходимые покрытия. И, конечно, занимает много времени, много силы. Сейчас, вот, уже примерно месяц в таком состоянии. Ждем подвеску, ищем варианты. Потом будет сборка. Спешить нельзя, сразу скажу. Спешить нельзя, потому что каждый крепеж, каждый винтик, надо все проверять, надо все смазывать. Желательно подбирать родные элементы, чтобы не пересверлить ничего. Здесь, на данный момент, вот, насколько я помню, не хватает печки, она не комплекта. Вот, подыскивается вариант. Печка, как в ушастом, такая же бензиновая, автономная. То есть, это процесс небыстрый. Любое восстановление автомобиля, это поезд запчастей, это приведение их в должный вид, установка их, подготовка. Могу порекомендовать всем тем, кто хочет приобрести какой-то экземпляр ретроавтомобиля. Неважно, это копейка Жигулей, трешка, может быть, Запорожец или Москвич. Одно единственное пожелание. Ребята, сохраняйте их в первозданном виде. Их очень мало. Не надо из них делать современные машины. Есть куча тюнинг-проектов с современными двигателями, на подвесках, быстрых, шустрых. Но они ездят 2-3 года и либо надоедают, либо их выбрасывают, либо разбивают, либо они просто гниют на задворках. Если вы берете автомобиль 50-60-х годов, лучше восстановите его в оригинале, чтобы потом запомниться. В случае чего поставили в музей, если вам просто надоело, либо кататься по выходным для души, как я. Поэтому не портите эти машины. Лучше восстановите. Если не можете восстановить, продайте. Тому, кто может это сделать.